Добрый день, дорогие друзья! Зовут меня Ирина Андреевна, и я работаю психологом в Центре инклюзивного образования. Из года в год я стараюсь помогать ученикам правильно выбрать свой дальнейший профессиональный путь. И сегодня мы поговорим с вами именно об этом, так как сейчас вам предстоит сделать тоже такой непростой выбор. Люди характеризуются большим количеством социальных признаков. Занимая различное положение в экономической, политической и культурной структуре общества, мы принадлежим к разным социальным группам и категориям населения. Так человек может быть учащимся, работающим, безработным, пенсионером, руководителем, инвалидом, предпринимателем и тому подобное. Вот именно классовая, этническая, религиозная, семейная и профессиональная принадлежность это и есть наиболее важные социальные характеристики любого человека. По профессиональному признаку мы делимся на большие группы или категории людей, занимающихся одним видом трудовой деятельности. Следовательно, выбрать себе профессию значит не только выбрать себе работу, но и быть принятым в определенную группу людей, принять ее этнические нормы, правила, принципы, ценности, образ жизни. То есть профессия – это социальная характеристика человека, которая указывает на его принадлежность к определенной категории людей, которые занимаются одинаковым видом трудовой деятельности. Не любой человеческий труд может считаться профессиональным. Например, уход за своими собственными детьми не является профессиональной деятельностью, хотя его и можно назвать трудом. А вот уход за детьми в детском саду, который осуществляет воспитатель, является в полном смысле этого слова профессиональным. Трудовая деятельность человека является профессиональной, если выполняются, по крайней мере, еще два условия. Во-первых, профессия характеризуется наличием определенного уровня квалификации, мастерства, умения, профессиональной подготовки, специально полученных знаний и навыков, которые часто подтверждаются специальными документами о профессиональном образовании. Это дипломы, свидетельства, аттестаты и сертификаты. А во-вторых, профессия является своего рода товаром, который человек может продавать на рынке труда. Причем товаром, который пользуется спросом, из-за которой другие люди готовы платить. Планируя свою карьеру, неизбежно приходится собирать сведения о разных профессиях, оценивать их, сравнивать между собой. Для того, чтобы не упустить никакой важной информации о профессиях, желательно, чтобы признаки, на которые вы ориентировались при сборе профессиональных сведений, были наиболее существенными, и количество этого признака было достаточно полным и исчерпывающе. Любую профессию можно подробно описать с помощью довольно большого количества признаков. Для простоты понимания, все характеристики профессии можно условно разделить на несколько больших категорий. Это технологические, экономические, педагогические, медицинские и психологические. И все эти характеристики включают в себя описание некоторых вещей. Это каков предмет труда, в чем заключаются цели труда, с помощью каких средств осуществляется трудовая деятельность, какой спрос на данную профессию на рынке труда, какие учебные заведения осуществляют подготовку по данной профессии, а также какой уровень здоровья требуется для данной профессии. И, наконец, какие требования предъявляет профессия к различным психологическим особенностям человека. Все это необходимо учитывать при выборе своей будущей профессии. По предмету труда можно выделить пять типов профессии. Первый тип – это человек-человек. Профессии этого типа предъявляют высокие требования к таким качествам работника, как умение устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние людей, оказывать влияние на других, проявлять выдержку, спокойствие и доброжелательность, а также речевые способности. Тип человек-техника требует от работника высокого уровня развития нагляднообразного мышления, пространственных представлений, технической осведомленности и сообразительности и, конечно же, хорошо двигательных навыков и ловкости. Тип человек-знаковая система требует от человека способности к отвлеченному мышлению, оперированию числами, длительному и устойчивому сосредоточению внимания и, конечно же, усидчивости. Человек-художественный образ требует развитый художественный вкус, высокую эстетическую чувствительность, богатое и яркое воображение. Ну и, наконец, человек-природа предполагает наличие у человека хорошей наблюдательности, способности ориентироваться в условиях непредсказуемости и отсроченности результатов, менять цели в зависимости от условий, выносливости и терпеливости к недостатку комфорта. Чтобы ориентироваться в мире профессии, я вам предлагаю своего рода карту. Территорией этой карты служат группы, сходных по своим характеристикам профессий. Дело в том, что каждая профессия предъявляет определенные требования к человеку. Одни профессии требуют от человека силы и ловкости, другие – преимущественно ума и аккуратности, а третьи – общительности и сдержанности. Некоторые профессии требуют от человека практически одинаковых качеств. Их можно объединить в группы, которые можно представить в качестве своего рода профессиональных государств со своими законами, языком, населением, занимающих на карте определенное положение. Например, профессии слесаря по ремонту автомобилей, слесаря механосборочных работ и слесаря сантехника различаются только с точки зрения производственных задач и условий труда, но никак с точки зрения предъявляемых человеку требований. Поэтому их смело можно помещать в одно и то же место на психологической карте профессии. Так же, как и на настоящей географической карте, положение профессии на психологической карте можно описать двумя координатами. Только на психологической карте роль широты играет психологический тип профессии, а роль долготы – психологический класс профессии. Ну а тип профессии указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей профессиональной деятельности, то есть на предмет труда. А предметом труда могут быть другие люди, техника, информация, художественные произведения или природа. Но уже класс профессии говорит о степени сложности и требуемой квалификации человека, то есть о характере труда. А характер труда может быть как исполнительным, так и творческим. Разумеется, прежде чем выбрать какую-либо профессию, необходимо достаточно хорошо узнать про нее. Каким же образом можно это сделать? Существует несколько путей поиска и сбора информации о профессии. Во-первых, вы можете попросить рассказать о поинтересующих вас профессиях, знающих людей, своих родителей, друзей, знакомых. Во-вторых, вы имеете возможность прочитать о разных профессиях в литературе или узнать о некоторых из них фильмах. В-третьих, в некоторых случаях можно наблюдать за трудовой деятельностью специалистов на их рабочем месте. Но в-четвертых, иногда есть возможность попробовать поработать и самому. И здесь я хочу вам предложить некоторые интернет-ресурсы, на которые я рекомендую вам зайти. Самый первый – это как раз-таки есть этот интернет-ресурс «Атлас профессий». Там вы увидите этот атлас уже в очень красочном и хорошем виде. Также вы можете найти различные полезные сайты по профориентации, обзор интернет-ресурсов по вопросам профессионального самоопределения. Рекомендую вам зайти на наш сайт «Центр инклюзивного образования» и на страничке психолога вы также можете увидеть много интересной и полезной информации. Также зайти на сайт профориентации, где можно пройти онлайн бесплатно профориентационные тесты. И рекомендую вам также обратиться в наш Новгородский областной центр психолога-медика социального сопровождения, так как они реализуют компьютерную программу профессионального тестирования, которая очень четко показывает, в какой профессии вы более расположены, что вам для этого надо и все ли у вас соответствует к выбору вашей профессии. Здесь также указан телефон, по которому можно записаться к ним на прием. Надеюсь, эти интернет-ресурсы вам обязательно помогут. Какие же главные требования надо предъявлять при выборе профессии, которая обозначит все ваше будущее? Чтобы правильно выбрать профессию, вам надо ориентироваться всего лишь в трех вещах. Первое – это определить, какие же ваши профессиональные интересы и склонности, то есть просто то, что именно вы хотите. Во-вторых, вам надо оценить ваши профессиональные важные качества. Проще говоря, ответить на вопрос, какое у вас могу. Ну и в-третьих, конечно же, знать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке труда. Иначе говоря, определить, каково сегодня надо. И если вы смогли совместить эти «хочу», «могу» и «надо», то, поверьте, ваш профессиональный выбор будет очень удачным. Удачи вам в поисках будущей профессии. Надеюсь, моя информация была для вас полезной, и вы будете к ней не раз обращаться. Выбирайте, учитесь, дерзайте, и все в ваших руках. Всего вам доброго! Ваша Ирина Андреевна.